Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Вы находитесь на канале Автосправочная. В прошлом видеоролике я уже рассказывал об основных изменениях для водителей, которые либо уже заработали, либо еще только заработают в июле 2024 года. В этом видеоролике более подробно остановимся на законопроектах и инициативах, которые в июле 2024 года пока еще только планируют рассматривать. Ряд законопроектов, которые включены в повестку Госдумы на июль, напрямую касаются всех российских водителей. Первый законопроект касается поправок в части ОСАГО и регистрации транспортных средств ГИБДД. Напомню, что согласно тексту этого документа, во-первых, полис ОСАГО исключается из перечня обязательных документов, которые нужно предоставлять при регистрации машины в ГИБДД. Во-вторых, у некоторых автовладельцев появится возможность прекратить регистрацию транспортного средства сразу после его продажи, не дожидаясь истечения 10 дней, как это происходит сейчас. Но это будет возможно лишь в ситуациях, когда договор купли-продажи оформлен либо нотариально, либо через портал госуслуг в электронном виде. Кроме того, текстом этого же законопроекта отменяется 10-дневный срок, в течение которого после покупки автомобиля сейчас можно передвигаться без действующего полиса ОСАГО. Поправки эти в первом чтении были одобрены еще осенью прошлого, 2023 года. В июне текущего года поправки окончательно одобрила Госдума во втором и в третьем чтении. 3 июля 2024 года поправки поддержали в Совете Федерации, после чего документ направили на подпись президенту. Соответственно, уже в ближайшие дни документ будет подписан, но он вступит в законную силу только с 1 марта 2025 года. Соответственно, до этого ожидается, что будут запущены камеры, которые будут фиксировать водителей, которые передвигаются без страховки. Далее, 3 июля 2024 года во втором и сразу же в этот же день в окончательном третьем чтении Госдумы был одобрен законопроект, которым планируется ввести порядок онлайн взаимодействия между МВД и Минздравом. В документе речь идет о том, что Минздрав будет в режиме межведомственного электронного взаимодействия, практически в режиме онлайн, направлять в МВД информацию о состоянии здоровья, о диагнозах без согласия пациентов, по гражданам, которые стоят на учете в связи с алкоголизмом, с наркоманией, с психическими различными отклонениями, а также информацию о гражданах, которые недавно освободились из мест лишения свободы. Казалось бы, конкретно данный законопроект не касается большинства российских водителей, но фишка в том, что ранее вносился в Госдуму другой законопроект, которым планируется ввести точно такое же взаимодействие в режиме онлайн по информации о состоянии здоровья водителей, также между Минздравом и МВД. Тот прошлый законопроект еще осенью 2022 года был одобрен в первом чтении, но до второго чтения пока до сих пор еще не дошел. Предполагается, что и в том, и в этом случае, то есть по наркоманам, по алкоголикам, а также по водителям, информация будет передаваться точно в таком же режиме, как это сейчас осуществляется в рамках федерального закона об оружии. То есть МВД практически сразу будет узнавать о водителях, у которых есть какие-то отклонения или диагнозы, которые либо полностью не позволяют управлять транспортом, либо позволяют управлять с различными ограничениями. Далее, следующий законопроект касается корректировки сроков обжалования штрафа в ГИБДД. Напомню, на сегодняшний день после получения штрафа вы можете обжаловать его в течение 10 дней. Согласно тексту законопроекта, который 25 июня текущего года Госдума уже одобрила в первом чтении, предполагается слово «дней» заменить словом «суток». То есть в случае принятия этих поправок обжаловать штраф можно будет не в течение 10 дней, а в течение 10 суток. Это важно в тех ситуациях, когда накладывается друг за другом большое количество нерабочих дней, к примеру, новогодние праздники. Соответственно, если перед концом года водитель получит штраф, то в новогодние каникулы, которые могут длиться и 8, и 9 дней, у него фактически не останется права на обжалование. Потому что если идет формулировка дней, а не суток, то последний день обжалования не переносится, если он выпадает на нерабочий день. Таким образом, в случае одобрения этих поправок у водителей будет больше возможности обжаловать штрафы, которые они считают незаконными. До 24 июля 2024 года к документу принимаются дополнения, замечания и поправки, после чего состоится его уже второе чтение. Друзья, если вам предстоят срочные траты, к примеру, покупка комплекта сезонной резины, страховки, неожиданный ремонт автомобиля и для техобслуживания, вы можете быстро получить микрозайм в компании Zymer. Деньги придут прямо на вашу банковскую карту в любое время суток в течение нескольких минут. В этом году компании Zymer исполняется 10 лет. В связи с этим 17 июня 2024 года стартовал большой розыгрыш. Среди клиентов, оформивших заем, каждый месяц будет разыгрываться более 70 крутых призов. Среди призов – ноутбуки, смартфоны, пылесосы, микроволновки, а также другая бытовая техника и полезные гаджеты. А в последний месяц среди всех участников акции будет разыгран главный приз – это новенький автомобиль прямо из автосалона. Для участия в акции нужно всего лишь оформить новый или повторный заем в период с 17 июня 2024 года по 26 января 2025 года. Дождаться дня подведения результатов и смотреть трансляцию в ВК. Возможно, именно вы войдете в число победителей. Скачать приложение «Займер» вы можете при помощи QR-кода на экране или по ссылке в описании. С более подробной информацией вы можете ознакомиться в описании под видеороликом. Далее в июле также планируется рассмотрение в первом чтении законопроекта, согласно которому минимальную выплату по ОСАГО в рамках Европротокола предлагается увеличить в два раза – с суммой 100 000 рублей до 200 000 рублей. Первое чтение документа неоднократно уже переносилось, тем не менее пока что он до сих пор находится в регламенте Госдумы, причем он в начале списка, соответственно, скорее всего, в июле все-таки до его рассмотрения дойдут. Последний раз его планировали рассмотреть 4 июля 2024 года, но пока, согласно информации в базе Госдумы, рассмотрение перенесли на 9 июля. Далее следующий законопроект, первое чтение которого запланировано на июль 2024 года, внесен он был буквально недавно, в июне, он касается амнистии для некоторых водителей, которые были лишены водительских прав. Речь идет о гражданах, которые либо были мобилизованы, либо заключили контракт с Министерством обороны. Согласно тексту законопроекта предполагается, если они были лишены водительских прав, то водительские права им будут возвращены досрочно. Сделано это будет без сдачи экзаменов и без прохождения медосмотра. Также в июле запланировано первое чтение законопроекта, который ужесточает наказание за скрытие госномеров автомобиля, либо за повторную езду без госномеров. Согласно тексту законопроекта, который ранее уже был поддержан правительством и профильным комитетом Госдумы, предполагается, что за преднамеренное скрытие госномера автомобиля, либо за повторную езду без госномера, будет применяться такое наказание, как безальтернативное лишение водительских прав. Сейчас я напомню, что по решению суда человек может получить либо штраф за это нарушение 5000 рублей, либо лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. В случае принятия поправок за данное нарушение суды смогут выносить только лишение водительских прав, причем сроком от 1 года до 1,5. Еще один законопроект, который запланирован в июле 2024 года к первому чтению, это инициатива партии ЛДПР, согласно которой планируется введение так называемого семейного сертификата на автомобиль. Речь идет о документе, который будет выдаваться молодым семьям до 35 лет в случае рождения у них ребенка. Данный сертификат будет предусматривать возможность приобретения автомобиля отечественного производства. Кроме того, в июле 2024 года могут быть рассмотрены несколько законопроектов, которые, скажем так, не являются на сегодняшний день приоритетными для Госдумы. Это законопроект о государственной регистрации электросамокатов, поправки о бесплатных парковках для инвалидов, законопроект о введении квоты на электромобили в таксопарках, поправки о смягчении требований к тонировке передних стекол, смягчение наказания по статье 19.3 КОАП РФ. Предполагается, что из нее будут исключены такие наказания, как работы и административный арест до 15 суток. Останется только штраф до 4 тысяч рублей. А также законопроект о введении государственного ограничения цен на заправках. Почему эти документы являются неприоритетными? Потому что практически на каждом заседании Госдумы они включаются в повестку, но они находятся в конце списка. То есть, грубо говоря, например, 4 июля последнее заседание Госдумы было, там в повестку было включено 100 вопросов. Естественно, за 4 часа заседания 100 вопросов физически депутаты рассмотреть не успевают. То есть они там рассмотрели первые 15-20 и до последних дело просто не дошло. Таким образом, изо дня в день все это дело переносится и эти законопроекты до сих пор не рассмотрены. Но не исключено, что какие-то из них хотя бы в июле все-таки депутаты рассмотрят, примут либо отклонят. Но об этом я расскажу уже в следующих видеороликах на своем канале. Чтобы их не пропустить, не забудьте подписаться на этот канал, а также на мой телеграм. Ссылку я оставлю в описании. Желаю всем безопасных дорог и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok